Виктор Авилов неординарный актер театра и кино, прошедший путь от простого хулигана до заслуженного артиста России. Яркая игра и харизматично сделали Авилова незаменимым, как на сцене театра, так и в кино. Лучшими его работами стали пьесы «Мольер», «На дне», «Мастер и Маргарита», а также картины «Узник замка Ив», «Сафари 6», «Петербургские тайны». Будущий актер родился в Москве 8 августа 1953 года. Его родители были простыми рабочими, друзья с которыми Виктор провел все детство мальчишками из скромных подмосковных дворов. Родителям тяжело было справиться со сложным ребенком, который часто безобразничал и прогуливал уроки. Конечно, хулиган с окраиной столицы даже не мечтал о карьере актера. Виктор Авилов не отличался крепким здоровьем и неоднократно оказывался на грани жизни и смерти. В 1995 году во время гастролей в Израиле актер дважды пережил остановку сердца. В том же году он боролся с язвой желудка, а в течение с 1999 по 2000 год с туберкулезом, после чего получил инвалидность второй группы. В 2004 году Вавилова диагностировали рак желудка. Артист испытал сильные боли в спине, но продолжал работать и по 20 раз на месяц выходил на сцену. Летом 2004 года Виктор отправился в Новосибирск, чтобы лечиться у доктора, занимающегося нетрадиционной медициной. Лечение оказалось неэффективным и 21 августа сердце актера остановилось. Знаменитый артист похоронен в столице, на Востряковском кладбище. На его могиле установлен памятник, выполненный скульптором Дмитрием Тугариновым.